София Сергеевна Белоус, гастроэнтерологом моей команды, решили провести прямой эфир, в рамку которых мы будем отвечать на ваши вопросы. София Сергеевна, врач-гастроэнтеролог, почему образуются множественные полипы в желудке? Главное, из попы перешли в желудок. Поднялись, поднялись. В отношении образования полипа в желудке, здесь причин на самом деле великое множество, но чаще и активнее всего обвиняют в хеликобактерной инфекции. Помимо хеликобактера, это может быть хронический воспалительный процесс, на который закрывали глаза и не лечили. Это, безусловно, наследственность. Это могут быть вредные привычки, потому что курение, злоупотребление алкогольными напитками тоже может провоцировать рост полипов. Это может быть некоторым приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. Причин на самом деле множества. Здесь нужно тщательно расспрашивать пациента, выяснять его анамнез, выяснять, что, по какому поводу и когда пил, вот, и исходя из этого уже определять, наверное, основную причину. Давай мы спустимся. Спустимся в тонкую кишку. Про желудок тому, в принципе, ответили. А, кстати, давай параллельно, вот тоже очень много вопросов, причин, по которой, почему формируются полипы толстой кишки. Одно дело-то я отвечаю, да, то есть другое дело астроэнтеролог. Конечно, опять наследственная форма. Ну здесь, да, скорее всего, можно вот убрать из этого списка, ну, наверное, в какой-то степени вредные привычки и хеликобактер, потому что мало вероятно, что он будет провоцировать. Но все остальное у нас остается тем же самым. То есть это и наследственность, это и прием определенных препаратов неконтролируемые, это и курсовой, надо обратить внимание, да, курсовой прием антибиотиков почему-то, может и такое быть, и такие работы. Ну, то есть, по сути, если склонность к полипообразованию наблюдается, то причины, они приблизительно одни и те же.